Демонтажу оставалось два дня. Мы ходили с черновной красотой этого города. Ваня на минуту нас покидала мысль о предстоящем драматичном событии. Углядываясь в лице львовян, мы пытались понять, что заставило ее изменить отношение к кузнецу. Кузнецов, гущеты, вставай, русский сахар, лучший доман прекрасно летит. Средители стольких событий возбуждали пообращу. В людской толпе неоткуда боячих возникало сквозный нагрет, высоких строй, нежнокоречивых, шумных неизвестных. А у всех Николай Кузнецов из-за того, что нестерегивших, а нестерегивших, а нестерегивших, а нестерегивших, а нестерегивших, но нестерегивших. Но тут в топливных, но приемятие его, как среди великобречений, на имя отечества. Взрыв своих садебших, вопрошенных. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Она конечно увидела эту встречу, и объявлялся своей пылью, и запускаем эту главу. Она взяла свою связь с вечером, и ей тоже трудно было заметить, что в шуме, в шуме, в шуме, и оттеневшись на суток, и расположились отчетки. Они шумели, и вдруг встретили, как будто притягивая мемоглицем. Еще несколько шагов. Это что, с вами, не знаю, что ли, не знаю, что ли, не знаю, что ли. Всё. Видео, шоу, не знаю, что ли, не знаю, что ли, не знаю, что ли, не знаю. Это моя-то посильная повстанеча. Судя по фотографиям, это была просто удивительной красоты женщины. Вы её видели воочию. О, как же! И раз в машине увозил ее сквозь весовую И умная была, и смелая была, и находчивая была В общем, еще в комплексе было в этой же И красавица мимоверная, как говорят Вот, и с ней была вместе Майя Микотрия, ну и разная сестра Тоже наша разведка Сын сразу попал в тулю Они были расстреляны Одна в машине, другая Тоже самые выборщины с машиной и так далее И до сего времени точно неизвестно Одни на АКС ворачивают, другие на УНС Третьи на наших чекистов Которые тоже считали, могли посчитать Что она работала на Кеснафосе? Да, что она была творушница, могли это посчитать Вот и до сих пор никто не знает, чьи же это дело рук Это страшное преступление Убийство с Крисовским на имя тоже Может быть, когда-то история скажет Своё правдивое слово я надеюсь, что скажет Николай Владимирович Стротинский История в руке, что я вознесу Павловинский и сам партизанский ответ победитель И под командованием Медведева Стротинский И пришли всей семьёй Мать, отец, трое из заустных сыновей И два половина Третья на двадцать летний поле Стротинский Ходил вместе с эталой композиционной Выполнение самых успешных заданий И качественных моих товарищей Наших планов Его прекрасные знания и города Румана И окружающие местности В основном и развлечивающих Уважение вызывает не только участие Николай Владимирович в сопротивлении Через несколько лет после войны Он соберёт снова партизанский ответ И бывшие разведчики повторят Последний день Николая Ивановича Кузнецова, Каминского и Пелуха Узнают многие подробности его вступлением И деятельности Эстафетanza И станет Проrien Святого Николая Ивановича Прайсов Отправились Последний свой путь Оставили воронок Но Они шли для перехода линии фронта, и наши советские войска прибежались сюда ближе к Львову. Гурович Николай Фрецову расстрелял в интервьюского майора Шелезенцер-Солдар-Бург-Калутора, Потребовал документы, распотребил документы, и ему было что-то подозритель, да? С правой стороны была комендатура, вот этот вот черепицы идут, была комендатура здесь. Гурович Николай Фрецову выхвачивал пистолет, его расстрелял, а вот церковь с левой стороны, вот тут как раз люди были, из церкви вышли люди, было много людей, и не закрыли огонь по машине. Машина ушла в этом направлении и скрылась, и вот Николай Кузнецов повернул на перемешанный, вот по этой дороге же мы едим сейчас. 12 или 10 его метров до перемешан, но он не доезжая до перемешан, остановился, бросил машину, видимо, она была подбитая машина уже, бросил машину в кювете и ушел направо через Синокос и ушел в лес, туда, где должна была быть, и маяк должен был быть установлен, где должен был его ожидать Руба Крутникова или там несколько человек. Из-за меня, это Медведева, да? Из-за меня, это Медведева. Он в лесничоке Боково села доначил. Что ж здесь произошло? Значит, начиналась эта работа, откуда группа Бориса Крутникова, 21 человек. Медведевым было направлено сюда по дорогу для обеспечения маяков Николаю Кузнецову. Значит, в Боратине и здесь, около села Гоначил, вот села Гоначил, вот села Гоначилка. Два села, они почти соединенные. А вот здесь бывали с Нечелка, вот этого пушка леса, и там ели, вот и такие бледные стоят. Значит, вся группа Бориса Крутникова под Золочью в одном селе приняла бой, и встречая Бендерпса приняла бой. У них было два человека, один без насыпал, и они двинулись в село Севарохи. Медведевым дружили в этот хутор. Начали начинственный бой, но... Старшие, убиваясь к Борису Крутникову, просили ей на производстве дыр, не длинувшим, не сбежать, а сбежал к нему. Тоже кто-то. За ним побежало несколько человек. Остали здесь несколько человек, хватит растутся. И вот это буря Супа, хороший парень. Мы не приступили организовать партизанский отряд, но заболели Тифа, оба. И лежали здесь все на ночьюке в одной хате просовывали. Их день прошел человеку 700. Они были, как регулярные температуры. Кузяцов им передал. Часть боеприпасов поделился с ним. И вот я пошел перешелить линию фронта. Вот сюда они взяли проводников. И двинулись на второй маяк в село Порати. Бывшему леснику. Но и там группы Крутникова не оказалось. 80 километров сюда на броды. В эту селу пришел Николай Кузяцов. И с 8 на 9 марта 44 года хаты внезапно окружили. Группа защерпендировал все. С Володовища. И Кузяцов с ним имел переговоры под имени немецкого офицера. Он говорит, что как его происходило в месте действия, почему меня замешивают. Вот. Заказав лицо понял, что ему отсюда не уйти. Вот хоть рубчик без романки гипсового фронта. Собственно, Впоследствии остатки его были взысканы. Нашей рубой. И в 64-60 году, 27 июля, были с большим почтем перезакронены в городе Львове на войсадку. Возвещенскому славу. Угу. Мы пришли, на холм Слава, к Макеере Кузяцова с Батим Стуртинским. Николай Владимировичем. Здравствуйте, Слава Владимирович. Ура. А это уральская ребятушка, наверное, да? Да, это уральская, это песня. Это привет с родинка Николая Ивановича, да? Да, это все. Ура. 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 Наше мнение. Ура. 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 Гол ladies. Ура. 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 Тебя забирают? Так, да. Правильно. О, наше мнение. Так, а ваше не знаю. Поэтому забираем. Забираем, да? Да, памятник забираем. Там, где родився, на свои виды и земли. А наш Бендера, тот родився, наш патриот, и тот должен быть. Як бы в России ведь был патриот, и там бы был. А к Николаю Кузнецову как вы относитесь? Вы знали о его? Читала. Читала. А здесь он вам как-то мешает. Или нам мешает? Нам не мешает. Но точно не знаю, где и о Косте. Так я тут и о Косте. Ты им кажешь, что то ли? Кажуть. Вот понимаете, что с лодей своей истории, повинна быть честна история, как слеза. Да. Ранние росы, повинна быть такая честна. История. А кто придет на вырубить свою историю? Да. Да. Вот так вошло наше воспоминание Николая Ивановича Кузнецову. То мнение, на которое ссылались власть, поддержащие, принимая решения о смысле памяти. Это мнение, как показал весь дальнейший разговор с нашими случайными самоседницами, идущие уже не снизу, а насаждаемые сверху. И вот, 27 июля 1960 года, принесли останки, из села Братин, Бродовского района, 90 километров, все. Сюда, на это место, и здесь перезахоронили. Очень большие похороны, перезахоронения было. Масса народа было. Народа столько было, что таких поворотов не знал Львов. Твой памятник, когда возвихли, и так дальше. Ну, что ж, сегодня с этим же народом случилось? Ну, вот слыхали, что эти женщины говорили? Конечно, многие есть обмануты. Ведь они говорят, что было, значит, написано и так дальше, что это не Кузнецова останки, а что неизвестно чьи, и что он погибнет там, около Баратины, а не в другом месте. Но вы-то свидетель, этот участник как раз Экспертиза? Я мало того, я занимался руководителем Раскорруппой расследования по его имени. Вышли на его останки, перезахоронили. Мы своими руками косточки перебирали, вводили в УРУ, зубмедэксперт раз, затем передали Ерасиму Михаилу Михайловичу Эксперой Мир имени в Москве. Все добросовестно сделали Экспертизу, исследование, и черное по белому написанное сказано, что Николай Иванович Кузнецов сошлось все буквально, и по фотографии, и по показаниям и сестры и брата, и так дальше. А когда передохранение было, то брат Виктор своими руками череп вложил многие его, линия сестра, агафия, они плакали, говорили, вот приметы Кольева, все буквально сошлось, а теперь они у Мичи на кладбище, в христианском кладбище, сделали раскопки, кто дал на это право, сделали раскопки, подняли три трупа, направили в Киев на экспертизу. Экспертиза дала отрицательный ответ на все те вопросы, что они показали. А они уже после того, как знакомы были с этим отрицательным ответом, что Пиевский и Заколюк, Ровенские два, до сих пор утверждают, что они нашли Кузнецова, ни Книни Стручинский, ни Калибай Львовский нашло, и тут, у Братини, а что они нашли умейшие. Так как уже есть заключение отрицательное, все равно они думают людям, что это не Кузнецова, на холме славы, ни Кузнецова. Вроде же правда, не справедливость. Для них Врата была в том, чтобы защитить пусть целую собственную жизнь, отчий дом, в котором люди разных национальностей жили тогда одной семьей, и врагу всех был один, и победа нужна была только одна, до полного уничтожения фашизма. Николай Кузнецов первыми солдат от этой правильной борьбы. Вошел во Львов за полгода до вступления сюда частей Советской Армии. И один на один компрент богатыри сразился с земной головой Китриной. Он погиб неравной схватке, по поверкам врага в смятении страха. Ему не суждено пока увидеть красное знамя, которое скинул над городской радушей его землян тоже наш муралиц Александр Парченко. что же минуту прошу мне в автоматную очередь? Ну, в день рождения Кузнецова 27 июля наверное приходили вот его сподвижники сарахики друзья сюда, да? Так мы его хоронили 27 июля и он родился 27 июля и хорон его осморил 27 июля при моих тут три даты сразу выпадают вот как получили сюда и отмечали каждый год на улице 840 отмечали на высоком уровне люди снижались я не знаю что я заворвал с руководством городского совета они сказали что мою метро не будем а вот памятники станет решение выбирать и вот спасибо товарищанам спасибо стартовщанам лучше они пошли по этому пути договорились мирным путем забрать памятник Николая Кузнецова демонтировать все у вас решение и поезти на Урал постоянный там на том месте на его родной земле где он жил где он ходил во сын народ по дугам и по своей земле видовался народом прекрасный и пусть он будет на своей родной земле вот хотя тоже тяжело и дорога и все оплата и так дальше очень тяжело но пошли на эту и все вот будем значит демонтировать и все и все и все и все и все и все его ну Тоже отходит художник Парксов со свастением Украины. А сейчас приведелся Иван в счет. Прекрасный памятник ему тоже, говорят, живет в своей очереди Парксовский, тем, кто печатал в Вальвове первую славянскую азбуку и тем самым сближал соединял наши народы. Те, кто не согласен с делением истории материнских памятников по акциональному признаку, кто думает иначе, ну, но мы, как сегодня решающего реакции, впрочем, не будем навязывать собственные. Устроение мысли и львовян на выпусках столкнуться там, на площадь. Утро 29 июня мы встретили у памятника. Наша съемочная группа, Валерий Петрович Меркурьев, заместитель главы администрации Талинского района, Александр Николаевич Мурмистров, Валерий Петрович Мурмистров, Валерий Петрович Мурмистров, приложивший огромные усилия для решения вопроса об отправке памятника на Урал, боялся, что возмущение львовян может сыграть нежелательную роль побудить уководства мэрии расправиться с Собириском Кузнецовым, так же, как, скажем, с памятником Николая Островскому, моляющемуся сегодня в свалке. Но люди подошли незваными сами собой, очень о чёмные происходящие. Этот памятник во Львове был... Вы знаете, этот памятник во Львове был символом мужества, смелости, непокорённости духа, и преклонялись не перед человеком русским, украинцем, или какой-либо другой национальности, а в этом человеке воплотились все ценности человечества. Что же произошло за... Что произошло с львовянами? Вот мы и сегодня не видим, что кто-то защитит памятник этот... Ну, трудно сказать, знаете, меняется власть, но люди всегда постараются приспособиться к какой-либо власти. Вот это вот и получилось. Для Игоря Катлёта, как участницы военных, какие сегодня вот у вас мысли, с чем вы проснулись сегодня? Знаете, я сегодня, и вообще уже несколько дней, когда вы узнали, что вот, вот, должны снять памятник, мы в такой тревоге живём, и каждое утро проходим и смотрим, ничего ли не сделали с памятника, стоит ли он на месте, потому что, знаете, есть сила, машина... И сегодня, я в 5 часов утра обоснулась, и мы с Николаем Владимировичем пришли, посмотрели на памятник последнюю ночь, просто я, последнюю ночь, а сегодня, последний раз, у меня комфорт подскаживает, я не могу, вы знаете, над тем святым, что, перед чем мы должны преклоняться, на чем мы должны воспитывать поколения, без чего общество наше не может жить. Как можно жить, если мы не почитаем тех, которые сложили свою жизнь, молодую жизнь, это чтобы люди молодые отдали эту жизнь во имя чего? Во имя народа этого, украинского народа. Он занесли, не говорил, что он русский, отдается украинским. Это, вы тоже украинский, прожа, Украина, экономист армии, путь ведь до 41-го по 45-й год. Вот, мы спасали, мы не спрашиваешь национальность, какой раненый. Мы отдавали свою кровь и спасали человека. Выполняются последние формальности. Обе стороны подписывают акт один этаж. Их, и по-другому. Мы подойдем. Их выясняется. Их выдают. Их выдают. Их выдают. Их выдают. Их выдают. Их выдают. На дату стримового руководства у города в выполнении задуманного было организовано образцово. Из минуты в минуту в точно подозначенный час прибыла вам учреди техника, чтобы по команде длинуться от выступления на беззащитной памяти. Я узнал еще, потому что улицу переименовали. Это вопреки такой неожиданной. Я сам больший военнослужащий, знаете, работаю на электроне. Улица Николая Кузнецова. Да, Николай Кузнецова. Все ее так и помнят, и все ее уважают. Кузнецова, Кузнецова. А вот такая малова разъясналась в последнее время, что не только улицу, но и памятник Кузнецова, и соседей. И если бы он сделал бы сейчас то же, что в марте 44-го года, когда обрушенный бандитами взорвал себя в гранат, чтобы лишить врага удовольствия кумиться над собой. Но то, что суждено было совершить живому человеку, не под силу камеры, а своя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Он ехал по любому в доанной станции скиньего откуда предстояло совершить Без нецов возвращался на урон, а когда ушел, чтобы воюю людей выполнить свой беспримерный подвиг с Апахатом. Его взгляд, наверное, в такие мудрецтальные силы заживает душа. Прибыл к себе, замороженный. Он не таился. Он исключал мудрецт святого, который видит, какой вверх в паре люди, но спешил. Но спешил, но спешил, но спешил, но спешил, но спешил, но спешил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok